Так, друзья, я вас приветствую сегодня на втором занятии нашего курса «Эмоциональная ароматерапия». Так, занятие номер два. И сегодня у нас с вами вот две эфирные смеси, два аромаруллера. Это фурги, впрощение и консол, утешение. Ну давайте, у кого уже есть эти две смеси, начнём знакомство с ними, хотя я уверена, вы уже с ними успели ознакомиться. Первые эмоции, первые впечатления, потому что второе занятие – это уже всегда про глубину. Но на втором занятии мы с вами погружаемся в глубинное исследование всего того, что мы ещё не отпустили в своей жизни, всего того, что мы тянем с собой в жизни как груз, который нам мешает двигаться дальше, вперёд, создавать что-то новое, что-то на благо себе. И вот этот груз, он часто у нас воспринимается нашим телом как груз, но на самом деле это все наши блоки, обиды, непрощения, чувства вины, чувства обиды. И очень часто это относится к нам самим. То есть мы часто не можем принять себя, простить себя, виним себя за что-то, даже если на самом деле мы не виноваты. И вообще история касается кого-то другого, но при этом мы склонны почему-то ставить себя в позицию жертвы и себя таким образом принижать. И вот когда такие деструктивные модели поведения у нас в жизни случаются, мы на энергетическом уровне впитываем, вернее, наше подсознание всё это впитывает внутрь себя, то есть как бы делает это своими программами. Да, и часто это длится с детства, тянется с детства. И когда подсознание уже бывает переполненным, оно это всё начинает скидывать в тело. Отсюда лишний вес, боли, заболевания. Поэтому и говорят, что все проблемы и заболевания от мыслей, конечно же. Но, конечно же, не только, потому что мы, когда начинаем работать с собой, мы подключаем, ну, я, в частности, как специалист, конечно же, подключаю ещё и нутрициологию, правильное питание, правильный стиль жизни. Но пока у нас ментал засолен ненужными программами, убеждениями, когда у нас тело, да, то есть мы еле-еле тянем своё тело по жизни, вместо того, чтобы двигаться по жизни легко и радостно, да, то есть пока мы всё это не уберём, ну, о какой радости и лёгкости может быть речь. Вот сегодня мы с вами поговорим об этом на занятии 2. Теоретическая часть у нас с вами будет длиться час. И дальше мы с вами, как всегда, обсудим домашнее задание и сделаем великолепнейшую медитацию, на которой также я расскажу о том, вернее, медитация будет квантовая, посвящена также тому, как перестать в первую очередь винить себя. То есть это квантовая медитация даже не столько про то, чтобы там кого-то простить, какую-то ситуацию отпустить, да, а больше, как простить себя, как подружиться с собой и перестать брать на себя все заботы мира. И сегодня мы с вами поговорим про важность очищения на эмоциональном и энергетическом уровне и рассмотрим две наши новые смеси. Конечно же, у нас на первом занятии была ещё смесь спокойствия, ПИС, она у нас остаётся, потому что то ресурсное состояние, которое она давала нам после первого занятия в течение 7 дней, пока вы с ней практиковали, медитировали, да, это же ресурсное состояние мы будем сохранять с вами на протяжении всех пяти недель курса. То есть мы не убираем смесь спокойствия, мы продолжаем ею пользоваться. И сегодня мы с вами добавляем ещё два роллера, это утешение и прощение. Ну и в конце квантовая медитация. Вот они наши флакончики, и, то есть в таком виде, и, конечно же, вот в таком виде, как у меня, почему я люблю роллеры, потому что их можно спокойно брать с собой в дорогу и наносить, да, где бы то ни ни был, это небольшой такой наборчик из шести роллеров, и они у меня всегда с собой в дороге, особенно потому что все эти роллеры мне нужны практически всегда, особенно мотивация и пэшн. Очень люблю эти два роллера. Итак, ну что же, хотим ли мы билет в лучшую жизнь? Конечно, мы все об этом мечтаем, и тогда, конечно же, мы должны больше работать с нашими эмоциями. Мы с вами на первом занятии очень подробно разбирали, что такое эмоции и что такое чувства. И мы говорили о том, что эмоции — это более кратковременные реакции на какие-то события. Неважно, это события позитивные или это события не очень приятные, тем не менее есть наша реакция на какие-то события, происшествия или даже на эмоции другого постороннего человека в виде наших эмоций. Это могут быть негативные эмоции, могут быть позитивные эмоции, но и в том и другом случае они краткосрочные, то есть они появляются, потом важность какого-то события теряет, вернее, какое-то событие перестаёт иметь для нас важность, и, соответственно, мы, то есть эти эмоции у нас успокаиваются. Вот они, наши разные эмоции, которые, в отличие от чувств, имеют более краткую длительность. Чувства имеют более долгую длительность по времени, и сейчас мы с вами поговорим, конечно же, и про чувства, и про энергии, и про мою любимую тему, тему вибраций. Когда мы с вами говорим про очищение на уровне психоэмоциональном и энергетическом, опять-таки есть, конечно же, разные виды очищения, то есть так как мы с вами на курсе аромапсихологии, мы сегодня с вами говорим только про очищение на аромапсихологическом уровне, и очищение и прощение, и удаление каких-то ненужных эмоций, ненужных состояний, ненужных энергий всегда повышает наш уровень вибраций, всегда. Что такое вибрации? Да, вы, те, кто занимаются энергетикой, изотеликой, знаете, что как важно повышать в нашей жизни уровень наших вибраций, стремиться к свету, стремиться вот к той хорошей жизни, про которую я вас сейчас спрашивала, хотим ли мы билет в лучшую жизнь. И когда мы тянемся к свету, когда мы излучаем свет, когда у нас нет зацепок, когда у нас нет тех состояний, которые нас удерживают в прошлом, и не на уровне ума, а действительно на уровне энергетики, то всё начинает у нас простраиваться в жизни совершенно по-другому, вибрации начинают наше вырастать, и вот на эти новые позитивные вибрации начинают притягиваться совершенно другие люди, совершенно другое общество, другие друзья, другие события, другие ситуации, то есть всё начинает меняться. Конечно же, в нашей жизни это всё этапы, циклы, периоды, и в моей жизни, например, происходит постоянно так, что у меня меняются сферы жизни, меняются отношения, меняется общество, потому что постоянно я нахожусь в процессе трансформации, и что-то, что не нужно в моей жизни, оно очень часто даже само по себе отпадает, и я понимаю, что, да, действительно пришло время к этому. Вы знаете, мы очень часто умом, своим разумом пытаемся держаться за какие-то вещи, которые нам кажется, что они являются благом для нашей жизни, но на самом деле на уровне энергетики, вот где-то внутри себя, доверяя своему внутреннему чутью, своей интуиции, мы понимаем, что эта вещь, эта ситуация, или этот человек уже давно не являются для нас благом, не несут блага, не несут вот тех вот вибраций, состояний, которые бы нам хотелось от этого получать. Вот. И вот здесь мы говорим про ум, про разум, потому что разум, он привык держаться, потому что это стабильно, потому что мы к этому привыкли, а энергия говорит о том, что всё в жизни течёт и изменяется, и не нужно привязываться, потому что на место старому придёт обязательно более лучше новое, и придёт тогда, когда мы сами позволим старому покинуть нашу жизнь для того, чтобы новое начало в эту жизнь приходить. И вот приведу, кстати, такой пример, я его часто, кстати, привожу, когда приходит, допустим, на сеанс пациент или клиент, пациент, и они говорят о том, что мне не надо никого прощать, я всех простила, да, у меня были какие-то печальные события, развод, это было 10-20 лет назад, но всё уже давно, как бы я забыла, простила и вообще ничего не помню. И это говорит её ум, но когда мы начинаем работать в терапии, человек начинает плакать, человек начинает рыдать, у него всё начинает выходить, да, вот все её эмоции, которые она сдавливала буквально себе последние 10-20 лет. И мы понимаем, что да, ум её, грубо говоря, обманывал, говоря о том, что всё нормально, всё хорошо, но эмоции, психоэмоциональное, энергетическое состояние говорили совершенно о другом, о том, что всё это было репетировано, подавлено внутри, да, и, соответственно, всё это со временем, это же было не проработано, она не ходила ни к психологу, ни к кому, да, из специалистов, и, соответственно, это всё начало давить на тело, отсюда лишний вес, отсюда одышка, отсюда какие-то заболевания, отсюда нет радости в глазах, да, ну и всё, что с этим может быть связано. Поэтому мы всегда делаем выбор, выбор вообще того, что мы хотим в нашей жизни, куда мы хотим, как мы хотим, с кем мы хотим, и эти выборы мы делаем, на самом деле, в течение даже одного дня много раз, да, самое главное – делать эти выборы осознанно. Когда мы говорим про эмоции, вот как у нас на слайде, да, показано, почему вот есть люди, которые утром просыпаются, но вот у них реально всё хорошо, даже если дождь, они говорят, я люблю дождь, если ветер, они говорят, я люблю ветер, если солнце, то есть для них всё всегда хорошо. То есть никакие внешние события, никакие там эмоции, то есть какие-то эмоции других людей, состояния других людей, там, не знаю, настроение супруга или супруги, на них не влияет, потому что они понимают, что они являются своей собственной единицей жизни. Да, у них есть дети, да, у них есть семья, да, у них есть папа-мама, но они понимают, что есть определённые, скажем так, вопросы, понимание, когда я – это я, мама – это мама, папа – это мама, муж – это муж, да, ребёнок – это ребёнок. то есть что бы ни происходило вокруг, я могу сопереживать, я могу помогать, я могу расстроиться, я могу испытывать эмоцию расстройства, да, на тот период, когда кому-то плохо, и это нормально, выражать свои эмоции. Но какой я делаю выбор, что бы ни случилось, я всё равно выбираю для себя сохранять вот это своё истинное состояние, когда я выбираю не кто-то что-то или какие-то события заставляют нас, да, чтобы мы влияем на наши выборы, а мы сами выбираем, да, управлять своей жизнью и своим состоянием. И вот я очень люблю шкалу сознания американского писателя Дэвида Хокинса. Этой шкале уже много лет, он её во многих своих книгах описывает, и вот по этой шкале мы сейчас с вами буквально на очень, вот прям наглядном примере разберём, разберём то, о чём я сейчас ранее говорила, да, о том, как какие-то определённые, эмоции, состояния влияют на наш энергетический уровень. То есть вот, смотрите, есть розовая шкала, да, и выше есть голубая шкала. И рядышком есть цифры, это вот по его мнению он сделал такую как бы шкалу оценки, когда вот всё, что написано в розовом, с левой стороны, это эмоции, чувства гордыни, гнева, желания, страха, горя, апатии, чувства вины и позора. То есть это всё, что, вот о чём я говорила, да, сегодня, это всё, что нас удерживает в прошлом, в старом, негативном, плохо влияет на наше тело, да, это вот как бы энергия, то есть энергетический уровень. Когда мы испытываем гордыню, мы себя понижаем до отметки уровня 175. Вообще вот самые позитивные по этой шкале, да, вот голубой уровень у нас начинается от 200. То есть желательно нам вообще пребывать в состояниях энергетики, когда у нас преобладают состояния больше 200. Да, то есть это состояние просветления, гармонии, радости, любви, принятия, там, какой-то смелости, да, но желательно, чтобы это всё было, конечно же, близко к гармонии, а это у нас 600. Гармония 600, радость 540. И, конечно же, желательно, чтобы у нас вот этот голубой уровень, он преобладал всегда, чтобы это было, знаете, вот не просто время от времени я вспомнил, я порадовался, я вспомнил, я в состоянии гармонии, чтобы это было на уровне стиля жизни, чтобы это было постоянно. Конечно же, мы можем в какие-то дни, часы опускать себя там неожиданно, да, неосознанно до более низкого уровня, розового, когда мы испытали какой-то страх, когда мы испытали какое-то горе, да, можем даже за какой-то ситуацией чувствовать небольшое чувство вины, и тогда мы опускаемся до 30. И вот тогда, когда мы с вами находимся в осознанном состоянии, наша задача сразу это осознать и сразу поднимать свой уровень, да, позволить себе эмоцию, погоревать, позволить себе, да, страшно, ничего не могу поделать, да, но при этом мы сразу поднимаем свой уровень опять-таки до голубого теми занятиями, теми практиками, которые нас, в принципе, приводят в это состояние. У всех они разные, да, естественно, просветлённым йога, гуру каким-либо, да, им как бы у них уже одно состояние, это вот это вот блаженство, да, и рядом с ними уже чувствуешь себя хорошо, и они, да, они занимаются йогой, они занимаются медитацией, и, скажем так, многие вещи, они просто устранили из своей жизни, чтобы эти вещи не были триггером возвращения вот к этим, скажем так, чувствам. Ну и, конечно же, они очень много работают с собой и над тем, чтобы, в принципе, у них в жизни не было ни возвращения к чувству вины, ни к воле, ни к позору, и даже если что-то всплывает, да, естественно, когда человек над собой работает духовно, занимается личностным ростом, то в течение жизни вскрываются у нас пласт за пластом определённые слои нашего подсознания, эмоционального состояния, энергетического, и каждый раз, да, может возникнуть ещё что-то новое, что вот, например, вот с гордыней, вот почему-то у меня сегодня гордыня, да, даёт о себе знать, хотя никогда, например, не было. И раз мы начинаем с гордыни работать там, или что-то случилось, и мы понимаем, да, я вот в горе, да, действительно там кто-то близкий ушёл из жизни, вот да, позвольте себе погоревать, и потом возвращайтесь к своим практикам, которые вам помогают в жизни вот быть на этом голубом уровне. И в нашем случае как раз-таки вот почему я именно на второе занятие поместила эту шкалу, потому что на нашем втором занятии вот эти именно две аромосмеси прощения и утешения, они как раз-таки показывают нам вот это принятие, да, принятие у нас вот уже это 350 отметка, когда это, знаете, как скорая помощь, палочка-выручалочка, которая нам помогает в каких-то сложных ситуациях, когда мы скатились, когда в нашей жизни что-то произошло, они возвращают нас на уровень нашего принятия, например, консол утешения, да, помогает нам выйти из состояния горя, от потери близкого человека, от потери работы, от потери, там, ещё чего-то, перейти от горя обратно, например, к любви, вот к принятию, кстати, от горя мы обычно переходим к принятию, ну и дальше через другие, например, аромосмеси мы можем через принятие идти опять дальше к радости, там, к любви, к разуму, потому что люди, которые горюют, не всегда разумны, да, то есть про них даже часто говорят, что потерял разум, насколько можно, да, вот горевать, и вот когда они принимают эту ситуацию и смесь утешения помогает им в этом, да, они дальше идут, то есть опять возвращаются к своему разуму и, конечно же, уже в разумном состоянии опять возвращаются к состоянию и любви, и радости, и так далее. И вот когда человек находится в принятии, ему очень многие вещи более легко простить. Вот посмотрите на правую колонку, где у нас на голубом уровне принятие слева, да, это энергетический уровень, отвечает за эмоцию прощения. То есть когда вот у нас консол, который отвечает за утешение, и как раз-таки мы, да, через утешение приходим к определенному принятию ситуации, да, ну, уже случилось, уже есть, мы принимаем это, и дальше мы прощаем через прощение, фургив всех участников ситуации, включая себя, и, соответственно, идём дальше, выше по уровню. Когда, например, вот посмотрите на голубом уровне, готовность, да, отвечает за отметку 310, когда мы готовы к чему-то в нашей жизни, к каким-то шагам, это нам даёт эмоция оптимизма, храбрости, мы начинаем, то есть у нас энергия появляется. Дальше состояние гармонии даёт нам чувство эмоций счастья. Состояние просветления, да, оно оценивается как 700-1000, даёт нам эмоции, которые невозможно выразить словами. И как бы мы с вами всё-таки не опускались в каких-то ситуациях на розовый уровень, да, наша задача всё равно, да, нырнули на какой-то момент, да, там, поголевали и обратно возвращаемся, и делаем любые практики, которые нас поддерживают на этом уровне. И здесь я вот всегда говорю о том, что на каждом занятии, причём что я бы вообще не то чтобы даже посоветовала, я бы даже от себя лично добавила бы в эту голубую графу ещё и благодарность, благодарность как энергетический уровень. И мне кажется, что благодарность, но не то чтобы она выше по уровню лично для меня, чем просветление, но мне кажется, благодарность, ну, можно даже поставить на один уровень с просветлением, потому что благодарность, она действительно перекрывает всё. И те люди, которые воистину живут в благодарности, не на словах, а на уровне энергии, они понимают то, о чём я сейчас говорю. А если возвращаться к эмоциям, вот у нас был ещё такой Роберт Плотчик, он разработал колесо эмоций, где вы видите, вот мы знаем определённые, да, эмоции, там, страх, радость, там, гнев, раздражение, агрессия, но он ещё как бы это колесо более расширил, дополнил, и получилось, что помимо основных эмоций, видов, у него есть ещё дополнительные, как бы, которые, допустим, образуются за счёт, например, соединения двух эмоций, появляется какая-то третья, да, между двумя вот этими, вот. И вот на этом колесе он это всё тоже отобразил, на самом деле, эмоции, видов эмоций очень много, и в течение дня мы их много раз используем, не всегда, конечно же, их замечаем. У меня даже был случай, такой клиентка в сессиях коучинга, когда она говорила, что я понимаю и осознаю, что я, например, общаюсь со своей, там, подругой, я понимаю, что я вот как-то не так на неё там посмотрела, не так ответила, я, говорит, это позже осознаю, я понимаю, да, что вот это так, но в тот момент я вот это делаю, да, и я не понимаю, почему это происходит. И вот мы с ней как раз-таки над этим работали. Вот, ну, на самом деле считается, что эмоция страха, одна лишь эмоция страха может вызывать до 400 физиологических реакций, воздействуя на 30 разных гормонов и нейромедиаторов, которые создают вместе лавину изменений, не поддающихся контролю. Действительно, когда мы постоянно находимся и позволяем эмоциям страха превалировать в нашей жизни, эти эмоции потом переходят действительно на очень глубинный уровень. И на тот уровень, когда это всё очень трудно, скажем так, ну, психологам, да, с этим трудно уже, труднее справляться, и поэтому хорошо бы на уровне эмоций отслеживать, вот именно в осознанном состоянии отслеживать. Ага, я сегодня, например, в агрессии. Почему? Что происходит? Это что-то на уровне тела? Какие-то физиологические процессы у меня происходят? Или что-то там снаружи? Почему вдруг? То есть мы, вы знаете, это очень интересно, мы очень часто встаём, например, утром, и мы уже хмурые, мы уже недовольные. Ну, я говорю мы про многих людей, да, которые бывают в этом состоянии. Или же люди, которые просто, просто без настроения, да, но это настроение тоже эмоция, потому что, ну, можно быть по жизни в плохом состоянии, потому что, как бы, не в настроении, ну, потому что, как бы, человек не нравится человеку всё, что происходит в мире, да, и жизнь его, его ему тоже не нравится. А есть ещё просто эмоции, и человек не понимает, что этими негативными эмоциями влияет на окружающий мир, на своих близких людей, но он просто не понимает, что с ним происходит, да, то есть, и он даже не осознаёт. Да, вот я встала, там что-то не то, вот у меня там нет настроения, окей, там, или просто у меня негативные эмоции, окей. А почему? И начинаешь задавать человеку вопрос. А ты спросил сегодня тело, что это, там, или себя, там, допустим, Елена, что с тобой, да, почему ты в таком состоянии, и тем более с утра? Что-то у тебя болит? Нет. Тебя что-то волнует? Нет. Ты вчера так легла, потому что вчера что-то произошло? Нет. А многие, знаете, даже говорят, не знаю. То есть люди даже говорят, не знаю, я говорю, окей, хорошо. Ну, а если поглубже войти в это, человек начинает понимать, что осознавать и копать, что ага, на самом деле, всё-таки, наверное, это вот поэтому, поэтому. И иногда это даже, знаете, бывают очень глубинные процессы. У меня буквально на этой неделе была коучинг-сессия, и коучинг-сессия – это не психологическая сессия, но иногда люди, которые приходят на сессию, знаете, у них запросы бывают истинно психологические, и ты не всегда сразу понимаешь вообще, что это как бы, с чем это связано. Когда мы начали раскапывать ситуацию, запрос, с которым она пришла, всё стало понятно. То есть запрос был в том, что я вот утром стою, я уже не в настроении, потому что я уже знаю, что ребёнок, который должен пойти в школу, он там опоздает, он там не делает то, что нужно утром, да, и вот я уже знаю это, от этого у меня идёт, скажем так, негативное состояние, нет настроения. И в процессе коучинговой сессии мы с ней вышли к тому, что на самом деле это не потому, что ребёнок, да, потому что может быть короткосрочная реакция на то, что ребёнок там что-то не сделал, но у неё оказалось всё глубже, да, и глубже там была определённая психологическая ситуация, с которой нужно уже работать именно с психологической точки зрения, да, и вот внутри неё это просто терапевтировать. Я хочу сказать, что когда, да, и к чему мы пришли, мы пришли, в принципе, в процессе нашей коучинговой сессии к тому, что, ну окей, уже хорошо, что мы, то есть мы этот процесс раскопали, мы поняли, куда дальше двигаться, это уже 50% успеха. И дальше, то есть мы как бы уже думаем, как же дальше с этим работать. Я к тому, что очень многие люди, пребывая в каких-то непонятных, негативных эмоциональных состояниях, да, и не зная, как с этим работать, и вообще, что нужно с этим работать, первое, что необходимо сделать, это хотя бы быть честным с собой и сказать, да, я испытываю сейчас агрессию или раздражение. Окей. И начинать себе хотя бы самому задавать вопрос. как долго, как давно началось, с чем это может быть связано, да, и мое ли это вообще раздражение. И то есть как бы начать себе, давать возможность раскрыть себя в этих ответах, да, и на самом деле это уже один шаг к пониманию себя. И когда мы здесь еще, конечно же, добавляем эфирные масла, это аромопсихологический подход, то плюс еще идет работа с лимбической системой, отвечающей за наши эмоции, то этот эффект становится намного больше и глубже. И почему так происходит, что эфирные масла нас могут именно психологически терапевтировать, да, потому что эфирные масла помогают нам становиться более устойчивыми эмоционально, да, за счет своих свойств, за счет своих свойств по работе с нашей лимбической системой, с нашим психоэмоциональным состоянием, и работая, когда мы подключаем эфирные масла, идет работа с нашим восприятием и физическими последствиями определенных стрессов, состояний, и, соответственно, это нам помогает меньше поддаваться стрессу, меньше поддаваться каким-то негативным последствиям и оставаться в моменте, то есть здесь и сейчас. За это отвечают все масла эфирные, и особенно те, у которых первостепенная задача – это помочь нам в состоянии антистресса. Но вот на нашем втором занятии мы с вами говорим про нашу тройку – это спокойствие, утешение и прощение. Вот у нас с вами будет квантовая медитация сегодня, и, в принципе, все медитации квантовые данного курса, которые я даю, их не нужно слушать в одиночку, без масел. Мы их слушаем только с эфирными маслами. Почему? Потому что работа на энергетическом уровне, на подсознательном уровне квантовой медитации, усилена вдыханием паров эфирных масел, которых в каждой смеси несколько, и каждый из них отвечает именно за выход ненужных эмоций, подсознательных программ, убеждений. И получается, что два в одном. И особенно, если вы в течение семи дней используете одну и ту же квантовую медитацию на проработку того, что ждёт выхода из вас, из вашего вот этого состояния, то представьте себе, да, какой мы получаем на выходе результат. Говоря о стрессе, которого у многих людей немало в жизни, да, помимо эмоций, которые мы испытываем часто не очень приятные в течение дня, есть ещё факторы, какие-то внешние, которые, соответственно, влияют на нашу жизнь. И когда мы испытываем стресс, конечно же, наша иммунная система начинает сдавать. И когда иммунная система сдаёт позиции, соответственно, это открывает нас, мы становимся более восприимчивыми к любым заболеваниям, вирусам, ещё и к большим проблемам, которые, да, то есть одно дело, человек, у него здоровый иммунитет, у него здоровый энергетический иммунитет, да, вот это харизма, он сильный, то есть он действительно постоянно над собой работает. И какой-то стресс, какой-то вирус, он может вообще его обойти или же как бы пройти по касательной, ну или если, например, человек там переживает, заболел, то и восстановление происходит быстрее. Но человек, который и так, и так в стрессе, у него постоянно проблемы, у него эмоции тоже зашкаливают, да, негативные, и плюс он через это подхватывает какие-то вирусы, заболевания, у него расшатывается нервная система, иммунитет. И, конечно же, в таком состоянии, если человек ещё не знает, как работать над собой, на уровне питания, на уровне стиля жизни, на уровне заботы о себе, да, о своей физиологии, то в повторный какой-то стресс или повторный какой-то вирус или грипп, он будет ещё больше на него давить. И вот так вот с каждым разом человек будет просто чахнуть и чахать. Плюс, то есть какие-то внешние факторы, такие как любое эмоциональное потрясение, когда оно происходит один раз, да, и человек, ну, как-то он держится, когда он через это эмоциональное потрясение прошёл, вроде бы выстоял, но ничего не сделал для того, чтобы вернуться опять в своё хорошее состояние. Вот если мы говорили про шкалу Дэвида Хокинса, да, ну, например, например, погоревал человек и опять потом вышел через определённую заботу о себе на уровне, на голубой уровень, да, опять вот к любви, к принятию, к заботе о себе, потому что он знает, что это важно для жизни, для иммунитета. А если он остался на том же уровне, он всё горюет, горюет, 10 лет прошло, он всё горюет, он всё не прощает, он всё равно тянет с собой вся обида, то опять-таки следующее эмоциональное потрясение, даже если оно будет в разы меньше по интенсивности, чем первое эмоциональное потрясение, но оно его всё равно как бы сдавит, да, потому что вот оно будет как бы слой за слоем накапливаться. Дальше. Выбор карьеры, когда, например, нелюбимая профессия, разлад, развод в семье, финансовые затруднения, хроническая усталость, невозможность балансировать работу, дом, да, отдыхать, выгорание хроническое, всё это, конечно же, повышает уровень стресса в нашем организме, что приводит к негативным последствиям в нашей иммунной системе, в наших органах, вот, да, и, соответственно, когда у нас эмоциональное состояние на нуле, то, соответственно, что происходит, мы становимся уязвимыми к любым заболеваниям, гриппам, вирусам и болезнетворным организмам. И также стресс, особенно хронический стресс, постоянно приводит к тому, что тело вырабатывает большое количество серотонина, это нейромедиатор, отвечающий за жизненно важные функции нервной системы. И это тоже может приводить к нарушению серотонинового обмена, что сказывается негативно на иммунной системе. Если серотонин у нас в норме, то он помогает нам отслеживать эмоциональное и нервное здоровье, но при этом повышенные уровни серотонина могут приводить к ослаблению иммунной системы. Стресс тоже приводит к повышению уровня кортизола и адреналина в организме, что еще сильнее ослабляет нашу иммунную реакцию. Вот я сейчас говорила про сильный энергетический и эмоциональный иммунитет. Он бывает у людей, которых отличает сильная харизма, лидерство, радость жизни, позитивное настроение. И сразу вспоминайте знаменитых инфлюенсеров, Тони Робинс, Брейн Трейси, Робин Шарма мой любимый. Это все знаменитые писатели, инфлюенсеры, люди, которые создают свои бизнесы и которые действительно отличаются огромным уровнем энергии, потому что у них есть собственное желание, воля, хватка, желание идти вперед, партнериться с другими людьми, создавать какие-то новые, новые, знаете, какие-то проекты. Вот сейчас очень знаменитые во всем мире эко-поселения, футуристические какие-то города. И это все, конечно же, человек один не может сделать. То есть он делает это в партнерстве, что делает его еще сильнее, когда он не один, а когда он в такой коммуникации, в нетворкинге. И, соответственно, у него уже иммунитет по жизни, потому что ему кайфово, ему все хорошо, потому что у него, вот он заканчивает один проект, у него повышается, появляются еще следующие желания, какие-то создавать еще идеи. И поэтому у них уже практически у многих иммунитет к форс-мажорным ситуациям. Опять-таки не без исключения, я, конечно, сейчас говорю в более таком глобальном плане, но, конечно же, вот таких лидеров. Первое, вообще я по жизни замечаю, что какие люди меньше всего болеют, и меньше всего жалуются. Те люди, которые живут с драйвом, желанием. С творческими идеями. Которые, даже если ушли на пенсию, они все равно продолжают заниматься своими или внуками, или своим каким-то дополнительным делом, бизнесом. И вот это очень важно. Ну вот как раз-таки, да, что отличает человека с устойчивым психоэмоциональным состоянием? Это мотивация, устойчивость жизни, стабильность, знание своего предназначения, своей миссии. То есть несмотря на то, что я вчера читала переписку, где мой любимый коуч, он живёт в Америке, и там была переписка на английском языке, и его спрашивают про разные ситуации, хотел ли он в своей жизни когда-либо бросить своё дело, что у него не получалось. И вот он всем отвечал одно и то же. Да, много раз, и до сих пор у меня это происходит, но я всё равно делаю, и я как бы выжимаю всё из себя для того, чтобы делать и идти вперёд. И даже когда, то есть вот буквально там клиент, может быть там какой-то без настроения, недовольный, ничего, что-то, но я всё равно как бы падаю, встаю и говорю, я всё равно буду этим заниматься, потому что я люблю этим заниматься. Это дело моей жизни. И это начинает приносить стабильный финансовый поток, хорошее окружение, социальную значимость, и, конечно же, здоровье. Что мешает нам быть вот в этом состоянии драйва, хорошего состояния? Мешают те состояния эмоций, о которых я говорила сегодня в начале. И первое из них, состояние, о котором написано, ни одна книга, ни одна книга, много материалов, это, конечно же, прощение, о котором многие люди, даже дожив до 60 лет, не знают, что, оказывается, нужно прощать. И прощать не на уровне ума, а на уровне имена всего своего существа, для того, чтобы по шкале Дэвида Хокинса всегда быть вот в этом состоянии. Блаженства, гармонии, неблагодарности. И на самом деле, что такое прощение? Прощение – это освобождение от обиды или суждения, которое мы выносим против кого-то другого. То есть это суждение. То есть когда мы не прощаем, значит, мы судим этого человека. И даже в священной книге, в Библии ещё говорили, не суди, не судим будешь. И когда мы отпускаем суждение, когда мы прощаем, вот именно действительно мы встречаем этого человека, мы понимаем, что кроме благодарности и вот какого-то такого трепетного чувства, мы не испытываем к нему нищего. То есть нет чувства обиды, нет чувства горечи, нет чувства мести. И тогда всё на физическом уровне, на эмоциональном уровне в нашей жизни начинает меняться. Иногда даже одно прощение, отпускание одной ситуации. Не обязательно сразу работать со всеми ситуациями. Например, человек пришёл в 50 лет к психологу и говорит, всё, я хочу всю свою жизнь поменять. И естественно, это даже за год невозможно всё изменить. И поэтому я всегда говорю, начинайте с чего-то одного. И всё остальное потихонечку подтянется. Иногда, знаете, не нужно брать сразу все ситуации. Нужно проработать одно. И может быть, в процессе проработки одной те уже тоже станут, они как бы отпадут сами по себе. И вот такие эмоции, как гнев, горечь, ненависть, очень сильно влияют и на наше тело, и на наши мысли. И поэтому вот почему я сказала, когда вы утром проснулись без настроения, когда в течение дня вы чувствуете, что у вас какие-то эмоции негативные, просто пропало настроение, почему важно спрашивать? Это моё? Откуда оно? Где я его чувствую? Как долго оно происходит? Когда мы обращаемся к себе, тело нам показывает, где это. Потому что на уровне тела эмоции часто проявляются через психосоматику, симптоматику. Это могут быть боли, колики в животе, это может быть резко высокое давление, это может быть просто депрессионное состояние, беспокойство. Иногда вот человека спрашиваешь, что ты чувствуешь? Тревожность, беспокойство. А где ты чувствуешь? Человек может показать, например, на живот, на грудь. И зная локацию этого, мы уже можем с этим работать. Вот в медитации как раз мы с вами сегодня все эти ситуации проработаем. Окей, а если вы, конечно же, хотите от этого избавиться, или же вы хотите вести весь этот прицеп состояний ненужных собой по жизни. Так что выбор, о котором мы сегодня с вами тоже говорили, за вами. Итак, ну что же, мы говорим сегодня с вами про аромапсихологию. И в ароматах вообще скрыта очень большая сила. Сила помощи нам, людям. Представьте себе, что эфирные масла, добытые из самого сердца растений, помогают нам, людям, прорабатывать себя психологически, энергетически, на психоэмоциональном уровне. Представьте себе, да? И вот Хелен Келлер еще говорила о том, что запах — это мощный волшебник, который может принести нас через тысячи километров и через все прожитые годы. Вот смотрите, сегодня мы с вами будем затрагивать на втором занятии только три смеси. Это PIS, FORGIVE и CONSULT. И на протяжении следующих семи дней уже работаем с этими тремя смесями. Давайте еще раз вернемся и повторим, что такое у нас смесь PIS, какие эфирные масла туда входят. И, соответственно, вам будет легче, когда вы знаете, какие эфирные масла входят в каждую смесь. У вас также появляется понимание, как работает эта смесь, хотя это не нужно нам знать, как смесь все равно будет работать. Но, например, когда мы знаем, что в смесь спокойствия входят более расслабляющие, гармонизирующие эфирные масла, соответственно, понимаем, что действительно ее сила велика. А мы помним, что у нас в PIS входят такие масла, как ветивер, лаванда, самые такие релаксанты, и при этом они еще нас заземляют. И тем самым дают нам вот эту вот связь, внутреннее спокойствие. И ланг-ланг, ладан, мускатный шалфей, майоран, ладаник, садовая мята. И вот у нас смесь PIS призвана специально для того, чтобы устранить. Вот смотрите, контроль, страх – это все состояния, эмоции, которые тоже, они очень деструктивны, потому что очень часто эти состояния помогают нам удерживать внутрь нас ненужные состояния, такие как чувство вины, чувство обиды, непрощения, потому что мы контролируем это. Это тоже, знаете, очень глубокие психологические вопросы, иногда даже психотерапевтический вопрос, когда мы начинаем в процессе терапии понимать, а почему у меня столько контроля, чтобы удерживать внутри это чувство вины и обиды. Что мне это дает? И вот PIS, когда мы с ним работаем изо дня в день, недели, месяцы, годы, мы замечаем, что мы становимся другими, мы отпускаем контроль, удерживать в себе деструктивные состояния, эмоции. Также PIS, спокойствие, устраняет искусственное чувство порядка и безопасности, когда нам кажется, что все хорошо, но на самом деле не все так хорошо. ПIS воссоединяет нас с божественным, то есть помогает нам выйти из мира иллюзий, иногда даже собственных иллюзий, и найти истинный мир, свою истинную правду. Вот свою правду, не ту правду, по которой живет все население земного шара, а свою. И причем это касается и работы, и личной жизни, своих каких-то ценностей. То есть, по сути, PIS помогает нам достичь, прийти к своим ценностям, развить свои духовные качества, душевные качества, помогает нам обрести покой, безмятежность, миролюбие, погрузиться в глубину души и понять себя. Вот, то есть мы с вами выходим из состояния минуса, где у нас беспокойство, контроль, страхи, контроль ненужных чувств и эмоций, и мы переходим в состояние плюс, где мы получаем покой, безмятежность и удовлетворенность. Дальше, утешение, да, и утешение это более тоже, вообще все вот сегодняшние три смеси, да, они, скажем так, у них у каждой есть своё назначение, но все они обладают такой вот заземляющей еще спецификой, да, что такое заземление, когда мы заземляемся для того, чтобы проработать, убрать какие-то свои негативные состояния. Вот, и, соответственно, сделать первый шаг на пути к новой жизни, оставить печаль позади, да, и идти дальше, вот, к этой надежде, гармонии, к свету. И в состав утешения входит Ладан, наш король, Пачули, Иланг-Иланг, Ладанник, Амилис, Сандаловое дерево, Роза, Асмадус. То есть все практически королеи и королевы эфирных масел собрались вот у этой смеси. Поэтому представьте себе, когда вы сегодня будете делать квантовую медитацию, включая смесь и консол, и флоргифт, мы сегодня будем с двумя одновременно смесями работать. Представьте себе, что будет происходить, да, насколько у вас будет идти вот эта вот глубинная проработка. Утешение возвращает нам истинный душевный комфорт, когда мы успокаиваемся после перенесённых стрессов, травм, потерь, разводов, потерь близких людей, утраты, какой-то трагедии, какого-то там глобального масштабного форс-мажора. Освобождает нас от эмоционального бремени, помогает сделать первый шаг в поиску божественного и балансирует разум и душу. То есть мы из состояния минуса, где мы жили с вами годами в утрате, в скорби, в травме, да, были погружены в это состояние, и через работу мы с вами переходим в состояние плюс, где получаем утешение, целостность и покой. И, конечно же, третья смесь прощения, которая вот они прям втроём идут, да, по этому пути, и смесь прощения помогает нам простить себя, прежде всего. И очень часто это бывает достаточно сложно, потому что мы привыкли, вообще многие не знают, что оказывается можно ещё прощать себя, принимать себя, да, и вообще с этого начинается любая терапия. И вот смесь FORGIVE, она достаточно такая вот вроде бы лёгкая, да, обновляющая, вот её называют обновляющая смесь, но при этом она тоже такая достаточно заземляющая, помогает нам заземлиться для того, чтобы осознать и понять, что внутри меня не то, что мне нужно отпустить, принять, и когда мы прощаем себя, когда мы принимаем себя, нам, соответственно, легче сделать это по отношению к другим людям, что очень важно. Вот это вот по цепочке, да, начинает идти. В состав прощения входит ель, бергамот, можжевельник, мира, туя, кипарисно-тканский, тимьян и цитранер. Когда мы используем прощение, соответственно, мы начинаем замечать, что из месяца в месяц, да, те состояния, в которых мы жили, такие как обида, критика, злопамятность, они как бы исчезают потихонечку, и на место их приходит состояние позволения, понимание, великодушие, и вот это вот принятие, о котором мы сегодня очень много с вами говорили. Смесь прощения, воистину, считается смесью целителя, и это не просто так, потому что в смесь входят, смотрите, какие, да, эфирные масла, все целители, все очистители, соответственно, это целитель, который помогает убрать циничность, видение во всем негатива, и когда человек видит все негативное в жизни, когда он, то есть у него негативное прошлое, то есть у него опыт только негативный, в детстве у него все было тоже негативно, не очень славное, радостное детство, то есть опираться, соответственно, не на что, и, соответственно, он базируется только на том, что знает, а знает он только негатив, поэтому здесь работаем обязательно с прощением для того, чтобы вывести его на новый уровень. Также Фургив призывает нас снять вот тот камень души, который с нами годами сидит, особенно когда мы не принимаем других людей. Нам кажется, что все нам желают зла, что мир небезопасен. И вот Фургив напоминает нам о том, что другие хотят как лучше. И на самом деле нам нужно просто это принять. Принять и понять, что мы все едины. Да, мы все разные, но мы все едины. Мы все являемся божественными существами. Поэтому Фургив раскрывает в нас, прежде всего в нас. Мы начинаем с себя. Великодушие, любовь к ближним, любовь к себе, понимание чуткость, эмпатию, заботу. И помогает нам жить по золотому правилу нравственности. Относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к себе. Правило, которое действительно золотое, но о котором мы так часто забываем. И вот она, наша великолепная шестерка. Мы сегодня с вами уже взяли первую троицу. Мы на середине, хотя мы всего лишь на втором занятии. И вот с этой тройкой, казалось бы, два занятия. Но на самом деле, если вы будете постоянно делать эти медитации и вдыхать эти смеси, вы увидите, как многие вещи в вашей жизни будут отпадать сами по себе. Ну что же, на следующую неделю, да, в течение семи дней вы подключаете второе домашнее задание и делаете его уже с тремя смесями. Это пис, это консол и это фургив. И напоминаю, у кого уже аромароллеры, да, там, соответственно, смеси уже с готовой, то есть кокосовым маслом базовым, то есть их не надо разводить. Если у вас флакончики, то, соответственно, их мы разводим с кокосовым базовым фракционным маслом. Как мы разводим? То есть мы берем примерно, ориентируйтесь на свой нос, да, или три к одному, или пять к одному. То есть одну капельку эфирной смеси и, соответственно, три или пять капель кокосового масла. Вот. Дальше. Вот на сегодняшнее занятие, да, начиная с сегодняшнего дня записывайте ваш аромодневник, ваше состояние на сегодняшний день по шкале сознания Дэвида Хокинса. Это очень важно зафиксировать, да, вот на первом домашнем задании мы с вами говорили, в принципе, про ваше состояние на начало курса и то, к чему мы хотим прийти к концу курса. Сегодня мы с вами идем более глубже. По слайдам, пожалуйста, перейдите на тот слайд, где мы с вами разбирали шкалу Дэвида Хокинса и лично для себя, будучи честным с собой, определите, где вы находитесь на шкале. То есть какие у вас эмоции, какое у вас состояние, да. Будьте честны. Может быть, у вас там найдется, например, какое-то состояние из голубого уровня, например, и даже какое-то с розового, и это нормально. То есть это не для меня, да, это только для вас. Вы об этом никому не говорите, никому не показываете, а просто фиксируете для себя и пишете на бумаге. Почему это важно выписывать? Потому что когда мы, во-первых, осознаём, а во-вторых, выписываем, мы считаем, что уже 50% дела сделали. Главное — осознать. И потом мы начнём с этим работать. И перед каждой медитацией определяйте, с какой ситуацией вы хотите поработать именно сегодня и именно сейчас. Если вы в день делаете несколько медитаций, то перед каждой медитацией определяйте, почему вы хотите сделать эту медитацию, что вас именно сейчас волнует, что бы вам хотелось получить. Окей, это тоже важно. И отслеживайте ваше состояние. Будьте наблюдателем. Дальше. В течение 7 дней наносите на ваше тело аромасмеси. Можете наносить в рандомом порядке туда, куда попросит ваше тело, куда вам захочется. А можете делать по инструкции. То есть на сердце и на горло мы наносим спокойствие, на сердечную чакру, на запястье и за ушками мы наносим утешение, и на сердечную чакру, запястье и за ушки мы наносим прощение. Но опять-таки для эфирных масел в плане, скажем так, работы с чакрами, с ауру, нет никаких особенных указаний, поэтому вы можете работать так, как вы чувствуете. Тем более очень многие люди очень продвинутые в этом плане. Просто слушайте ваше тело. Иногда вы просто можете захотеть сделать аромомассаж ваших стоп, ваших рук, и при этом вы берете, например, утром спокойствие, а вечером, например, вы можете взять роллер или флакончик прощения, и будете массировать ваши стопы, ваши ладони под музыку медитации или просто без, это тоже будет нормально. То есть выбирайте аромосмесь на выбор и в зависимости от состояния. И также можете прямо, когда вам захочется в течение дня или постоянно вдыхайте ароматы прямо из флакончика, и пусть они тоже меняют ваше состояние. Можете добавлять, если у вас флакончики готовы, не роллеры, можете из флакончика добавлять, конечно же, масла в ванну, делать аромомассажи. Аромомассаж с смесями эмоционального набора это вообще что-то невероятное, особенно если вы можете, у вас есть специалист, который работает с очень глубинной терапией с мышцами, может быть, акупунктура, массаж головы. То есть это вообще великолепно, если у вас есть такой вот человек, не просто массажист, очень хороший энергетики и понимающий вообще свое дело. Ну вот, в принципе, это вот такие основные у нас рекомендации. Ну что же, у нас с вами будет сейчас медитация. Медитация у нас с вами посвящена прощению и обновлению. Сейчас я про нее немножечко расскажу и уже отдельной частью, отдельным уроком мы с вами в нее будем погружаться. И в этой медитации мы уже с вами подключаем два роллера. Это и прощение, и консоль утешения. И постарайтесь вдыхать эти обе смеси во время медитации. Или же нанесите. Вы можете на одно запястье нанести один роллер, на второе запястье другой роллер. И это тоже будет правильно, потому что сегодня именно в этой медитации, в которой мы будем с вами прорабатывать все чувства, вот эти эмоции, про которые я вам сегодня говорила, которые важны для выхода на новый уровень, простить себя, простить других, обращаться с людьми так, как вы хотите, чтобы обращались с вами. Вот все эти важные истины, о которых мы забываем, потому что есть на это какие-то причины. Вот где-то наш энергетический, физиологический иммунитет подорвался, надо его восстанавливать. Сегодняшняя медитация, сегодняшнее занятие как раз-таки у нас для этого. Поэтому я вам желаю прекрасной медитации. Прослушивайте ее в течение семи дней. Пишите ваше состояние, наблюдение, не только у вас в аромодневнике, но и в комментариях для того, чтобы чувствовать себя едиными, потому что это очень важно. Когда мы идем в проработку каких-то состояний, мы чувствуем, что мы не одни, есть еще люди, которые через это проходят, важно этим делиться. И тогда вы чувствуете вот эту поддержку комьюнити и единомышленников, чего я вам искренне желаю. Ну что же, а сейчас вас ожидают впереди великолепнейшая медитация на прощение и обновление.